Вот все мы пользуемся сотовой связью, но вопрос, как она работает, почему связь называется сотовой, кто кого лобит, смартфон-сеть или наоборот? Как она работает в движении, почему связь пропадает и сколько человек может разговаривать по телефону одновременно вокруг? Сегодня во всем этом разберемся и наглядно посмотрим на примере города. Это Троидер, с вами Арсиденский. Погнали! Ну а начнем с банального вопроса. Почему связь, которой мы пользуемся, называется сотовой? И тут все просто. Дело в том, что зона покрытия сотовой связи делится на ячейки, в центре которых находятся базовые станции. Каждая базовая станция или БС — это такой внушительный набор оборудования, который включает в себя, во-первых, пару шкафов, набитых телекоммуникационным оборудованием, во-вторых, россыпь антенн, бьющих во все стороны света. И все эти девайсы окружают нас повсюду. Шкафы с оборудованием прячутся на последних этажах домов или прямо на крышах в специальных конторах. Антенны также стоят на крышах или на столбах, больших радиовышках или даже деревьях. Вот, например, у меня в дворе. И тут интересный момент. Радиус действия одной станции зависит от частотного диапазона. Смотрите. Чем ниже частота, тем дальше бьет. И от препятствий. Например, радиус покрытия 3G в мегаполисе где-то 500 метров. А вот за городом, в чистом полюшке, тот же 3G может добивать и до 35 километров. А 4G — даже до 100, если поднять повыше. Окей, но при чем тут соты? Фишка в том, что в идеальных условиях, на ровной поверхности, зона покрытия базовой станции представляет собой ровный круг. Но, чтобы разные базовые станции вместе объединились в единую сеть, их зоны покрытия должны частично перекрываться, отчего каждая ячейка и приобретает форму соты. Также интересный момент. Чтобы соседние станции не мешали друг другу, они работают на чуть-чуть разных частотах. Еще сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, чтобы оптимизировать работу и улучшать покрытие. Кстати, карты покрытия российских операторов есть в свободном доступе в интернете. Для удобства оставили ссылки в описании. Окей, с сотами разобрались, и с базовыми станциями тоже. Но как наши телефоны или другие гаджеты побольше подключаются к этой сети? Давайте разберемся во всем по порядку. Регистрация. Итак, вот мы вставляем сим-карту в смартфон, включаем его, и он начинает искать сеть. Но что происходит в этот момент на самом деле? Ой. Сразу после включения девайс начинает прослушивать эфир в поисках ближайших базовых станций. После этого, поймав сигнал, телефон посылает несколько уникальных идентификационных кодов. Во-первых, IMSI. Это международный номер мобильного абонента. Он состоит из 14-15 цифр и нескольких частей, включая код страны, код сети, отдельную строку цифр, обозначающих каждую конкретную сим-карту в сети мобильной связи. И не путайте его с номером мобильного телефона, который, кстати, по-научному называется MSISDN. И, между прочим, наш мобильный номер на сим-карте не хранится. Он лежит в специальной базе данных, в опорной сети GSM и привязан к этому самому номеру IMSI. Поэтому, в отличие от номера мобильного телефона, этот IMSI перенести на другую симку нельзя. Он привязан к конкретной сим-карте. В общем, как вы поняли, IMSI — это основной код, который позволяет идентифицировать ваше устройство и понять, к какому оператору вы относитесь. Но во время общения гаджета с базовой станцией передаются и другие номера. А именно, KI — это уникальный 128-битный ключ от утификации пользователя, а также IMEI — уникальный номер устройства. Вы про него слышали? А у нас есть отдельный разбор. И, кстати, без симки телефон тоже может устанавливать связь с базовой станцией, просто не регистрируясь в сети. Зато можно совершать экстренные вызовы, иногда полезно. В общем, получив все эти данные, базовая станция понимает, кто с ней пытается связаться, и если все ок, то регистрирует наше устройство в сети. И телефон переходит в режим стендбай. То есть и телефон, и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, обмениваются пакетами и, откровенно говоря, следят за нами. И друг за другом. Зачем? Методом триангуляции сеть отслеживает ваши координаты, и если вы вышли из зоны покрытия одной базовой станции или сигнал ухудшился, то вас аккуратненько переключат на другую базовую станцию. Можно сказать, что оператор передает абонента из рук одной станции в руки другой. Кстати, официально этот процесс называется «хендовер». Благодаря хендоверу мы можем спокойно смотреть ютубчик и даже играть в мобильные игры, мчась на автомобиле, поезде или в вагоне метро, ну, как, например, сегодня мы делаем. Но насколько быстро это можно делать? Минутка любопытной статистики. Скажем, сеть 3G способна удерживать абонента на скорости до 120 км в час, что уже неплохо. А вот 4G и 5G вообще выдерживают скорости до 500 км в час, но только при очень хорошем покрытии. Кстати, во время нашей поездки к сотовой сети подключены не только пассажиры нашего автомобиля, но и сама тачка, о чем чуть позже. Но есть другой вопрос. Вы наверняка замечали, что даже при хорошем покрытии связь иногда пропадает или прерывается. Почему так происходит? И на самом деле для этого есть две основные причины. Во-первых, каким бы хорошим не было покрытия, все равно будут возникать мертвые зоны. Поэтому часто, помимо больших базовых станций с большими антеннами, операторы специально устанавливают направленные антенны с покрытием до 1 метра. Но даже в этих случаях возможны прерывания связи из-за помех. Ну и самое главное, базовая станция может быть просто перегружена. Несмотря на то, что в единицу времени к сети могут быть подключены миллионы абонентов, одновременно один сектор базовой станции может обслушивать всего лишь до 72 звонков. При этом базовая станция может состоять из 6 секторов. Итого одновременно 432 звонка на одну базовую станцию. Так что если вы не можете звонить сюда бабушке в Новый год, то скорее всего из-за этого. Окей, с общими понятиями разобрались. Давайте теперь посмотрим, как устроена сама механика. Что происходит во время непосредственно звонка. Посмотрим по этапам. Вот, допустим, вы набираете чей-то номер. Сначала ваш смартфон передает сигнал базовой станции. Она ловит сигнал, дешифрует его и начинает искать абонента, с которым мы хотим связаться. Определяет, в какой сети он находится, каким оператором обслуживается и прочее. После чего передает сигнал на ближайшую к этому абоненту базовую станцию. Антенна базовой станции начинает определять направление сигнала, и мы слышим звонок. А вот эти странные звуки, которые мы можем услышать, если телефон лежит рядом с колонкой за пару секунд до звонка, это сигнал, который телефон передает обратно базовой станции, сообщая, что он готов принять звонок. Примерно по такой же схеме не только совершаются звонки, но и приходят смс-ки, пуш-уведомления, и происходит обмен пакетами через интернет-протоколы. Например, при помощи сотовой связи мы можем управлять устройствами интернета вещей и даже современными автомобилями. Сегодня мы катаемся как раз на таком Kia Sorento, и тут установлен комплекс телематики Kia Connect. И он позволяет через приложение на смартфоне управлять разными функциями автомобиля. Например, из прикольного и полезного можно дистанционно включать двигатель, настраивать микроклимат, включать подогрев сидения или руля. Можно открывать-закрывать двери, включать аварийку или даже сигналить, что пригодится, если вы часто забываете, где припарковали автомобиль, или просто у вас странное чувство юмора. Хотя для того, чтобы определить, где авто, часто сигналить не придется, потому что его местоположение тоже отправляется в приложение и показано на карте. Есть встроенная система навигации с пробками и погодой. Спасибо интернету. Кстати, сигнал сети на автомобиле выглядит вот так. Можно даже искать рестораны, магазины, заправки и отправлять прокладку маршрута с телефона на авто. Что особенно круто, функции безопасности. Например, на телефон приходят уведомления о срабатывании штатной сигнализации, или телематика сообщает о незакрытых дверях и окнах. Есть автономный режим, без выхода сеть и гостевой режим. И в приложении можно посмотреть занимательную статистику, кроме прочего. И это работает по всей стране, где бы вы ни находились, все благодаря сотовым сетям. И на этом сегодня все. Постарались подробно разобрать, казалось бы, самую обыденную тематику, но в ней, оказывается, всегда есть куда копнуть и какие технологии посмотреть повнимательнее. Если понравилось, не забудьте нажать палец вверх, колокольчик и подписку. Увидимся в других роликах. Ну а с вами был Борис Веденский, я этот Ройтер, и до встречи.